Сейчас об обработке территории от клещей поговорим с руководителем компании, которая оказывает такую услугу. Михаил Харольский на связи со студией. Михаил, приветствуем вас. К вам уже обращались насчет обработки территории вот в этом сезоне? Да, вы знаете, заявки начали поступать в начале месяца. То есть, когда первые проталины появились, люди уже к нам звонили с тем, что находят насекомых на животных. И первую обработку мы провели в середине месяца, 15-го числа. И как бы на прошлой неделе уже активно обрабатывали. Вы обрабатываете только частные земельные участки или управляющие компании тоже к вам обращаются? Ну, спектр вообще разный. Есть дачные участки, земельные участки, строительные площадки. В том числе и географию Тюмени мы не ограничиваемся. Работаем также еще и в Тобольске и в области. В нашем портфолио есть Тобольский Кремль, например, и все музеи. Но в основном, конечно, это дачные участки. Бывают даже заявки, что люди ездят на природу куда-то, на берег реки отдыхать и просят туда выехать и обработать им. А какие важные правила следует соблюдать до, во время и после обработки? Ну, смотрите. Во-первых, акарицидная обработка – это обработка от иксодовых клещей. Распространяется, ну, как бы производится для сокращения популяции и уничтожения. Вот. Исходя из этого, во-первых, нужно подготовить поверхность, участок. То есть убрать все лишние предметы, детские игрушки, по возможности скосить траву. Потому что чем ниже трава, тем качественнее будет обработка. Далее. Нужно будет убрать всех животных. Кошки, собаки по возможности в вольер закрыть, в дом завести. Далее. Нужно будет предупредить соседей о том, что будет производиться обработка. И также немаловажный фактор, поскольку препарат работает на насекомых. Бывают случаи, что пасеки рядом находятся. Нужно согласовывать эти моменты в том числе. Потому что для пчел препарат тоже может быть вредным. А как часто нужно проводить обработку и какова цена вопроса? Смотрите. Действия всех препаратов акарицидных в основном 30-45 дней. В зависимости от интенсивности осадков. Вот. Но также еще нужно учитывать тот фактор, что и трава сама по себе растет. И как бы она вверх поднимается. Соответственно, препарат на новой траве, ну, нету его там. Вот. И мы рекомендуем, ну, каждые 30 дней произведить обработку. Хотя бы до появления плодов на участке. Вот. Потому что если препарат попадет на обработанные плоды, ягоды там, то их как бы, ну, нежелательно уже употреблять в пищу. А правда ли, что если вы обрабатываете земельный участок, то лучше скооперироваться с соседями и обрабатывать вместе? Ну, смотрите, в любом случае, если вы свой участок изолированно обработаете, эффект будет. Во-первых, присутствующие насекомые, они погибнут. И те насекомые, которые попадут на обработанную поверхность, они тоже будут, ну, будут погибать. Вот. Момент какой? При коллективной обработке, получается, захватывается больше площадь, ну, обрабатывается больше площадь. Соответственно, популяция, ну, самих насекомых значительно сокращается. А можно ли проводить обработку самостоятельно? Обработку самостоятельно, конечно, можно проводить. Препараты в свободном доступе продаются, инструкции, сертификаты, все тоже как бы соответствуют. Можно и самостоятельно проводить обработку. Что ж, спасибо большое. Напомню, что мы общались с руководителем компании, которая проводит обработку территории от клещей, Михаилом Харольским.